всем привет раз у нас пошла такая интересная тема об украинских беженцах живущей в германии сегодня я решил вам привести один из многих сотен примеров того как они себя здесь ведут как они адаптируются к этой жизни как они интегрируются в жизнь германии и это не моя придумка это на самом деле случай из жизни моего знакомого у него в винницкой области есть тетка и у этой тетки племянница и у той племянницы два пацана одному по моему 12 лет второму кажется 14 лет и вот в прошлом году ближе к лету он их уговорил перебраться сюда в германию потому что ну фиг его знает как там будет складываться ситуация он тогда думал все-таки родственники хоть как-то чем-то может помочь у них в принципе у него здесь небольшая квартира ну как небольшая три комнаты 80 квадратных метров живут с женой одни и в принципе могли бы разместиться вместе со своими родственниками в общем тетку долго уговаривать не пришлось она приехала с прихватив с собой племянницу и ее двоих пацанов они приехали значит они сразу не попали именно к нему в квартиру так как он и написал бумаги что он готов принять своих родственников как беженцев готов предоставить им же площадь нет они приехали сюда их отправили сначала в перевалочный лагерь что такое лагерь это вот типа как спортзал огромный разделенный фанерками на квадраты 66 или 7 квадратных метров там стоят по несколько кроватей тумбочка лампочка все вот все что там есть у людей туалет естественно общий столовая общая и там некоторые люди живут можно даже сказать месяцами но им повезло вот этой тетки и с племянницей с ее пацанами повезло то что они в таком вот перевалочном лагере среди вот всей этой толпы людей там были и украинцы и сирийцы вот эти вот и афганцы среди всех вот этих вот людей они прожили буквально по-моему три или четыре дня жена знакомого бегала постоянно ежедневно в этот лагерь помогала заполнять различные бумаги регистрационные формуляры помогала в качестве переводчицы все она ушла на несколько дней у себя на работе в отпуск чтобы заниматься с его родственниками вот через несколько дней их направили в другой лагерь сказали что да они получат статус беженца и поедут дальше им уже будут там предоставлять более-менее нормальную площадь и уже смотреть куда их направить в общем через три дня после прохождения всей этой быстрой скоростной регистрации их направили недалеко отсюда километров за двадцать в какую-то деревню там был тоже еще один перевалочный лагерь правда условия были немножечко получше это типа как была студенческая общага что-то такое вот там они прожили по моему около двух недель и вот буквально вы не поверите бывает как говорится вот дуракам всегда везет да или блин вот кому-то повезло почему мне так не везет но это вот так чтобы вы поняли о чем я говорю через две недели им предлагают значит отсюда от регенсбурга нах на расстоянии где-то 6 65 70 километров городок небольшой им предлагают в одной деревне деревушка вот давайте сразу разберемся так деревня там в россии в белоруссии на украине где на урале там в молдавии где угодно и деревне в германии это две разных вещи это небо и земля то есть в германии деревня центральное отопление есть собственные магазины есть мясницкий кондитерская хлебопекарня и так далее цивилизация плюс еще может быть даже школа в этой деревне в огромный огромная школа на несколько деревень и она находится там тут полностью все оборудовано под цивилизацию так вот им предлагают в деревне квартиру на первом этаже доме что за квартира значит до того как они должны были въехать в эту квартиру в этой в этой квартире жила старушечка и старушка умерла естественно старушки родственников не было ее похоронили за счет городских властей и в этой квартире осталась вся мебель вся радиоаппаратура телевизор музыкальный центр стиральная машинка электроплита осталось все все и вот эта квартира осталась пустая и вот этой вот семье вот этой тетки вот этого мужика ее племянница и двум пацанам предложили перебираться в эту квартиру значит жилплощадь в этой квартире по моему 85 или 90 квадратных метров четырехкомнатная хата на первом этаже плюс собственная вот часть в огороде там типа как свой сад двухэтажный дом по моему только на 2 на 2 семьи и причем входы раздельные разные они согласились они туда попали и вот начали они там жить естественно родственник со своей женой ездили туда каждую неделю на выходные помогали объясняли там нужно было тоже проходить регистрацию становиться на учет в конечном итоге в течение месяца все вот эти вот четверо людей две женщины и два пацана получили статус беженца действующие сроком два года пацанов определили в школу тетки его тетки сказали что так как она уже предпенсионного возраста то ей могут определить минимальную пенсию минимальная пенсия это что-то около 400 с чем-то евро в месяц а племянница вот это и вот ее по моему племянница или дочка или дочка точно не помню родственники не мои поэтому я не сильно вдавался в подробности и ей значит сказали что вы пока вот обживётесь адаптируетесь мы вам потом предоставим курсы языковые и курсы переквалификации если выход захотите по вашей профессии значит пацаны пошли в школу естественно в школе они не бум-бум но там сборные классы со всех возрастов украинцев собирали сборные классы минимум один-два класса в школе где учатся ребята начиная с пятого по восьмой класс вот то есть украинцы все в одном этом классе и к ним приходит один-два учителя которые ведут с ними общие вот эти вот занятия по математике по истории по немецкому или английскому языку что они там изучали вот и что интересно когда они стали на учет именно определили пособие детям определили вот эти вот детские деньги по 250 евро на каждого человека ежемесячно это в германии такой закон матери вот этих пацанов определили тоже пособие как я и говорил раньше вот бюргер гель пятьсот пятьсот шесть евро в месяц плюс ее вот это вот четки матери будем греть матери определили вот эту вот минимальную пенсию четыреста с лишним евро сюда еще добавляем то что за квартиру за жилплощадь все всю оплату все коммунальные услуги перенимает государство все значит ребята пацаны вот этот двенадцатилетний четырнадцатилетний дико обрадовались тому что в течение через месяц когда все вот эти мытарственные закончились они через месяц после всей этой фигни начали радоваться и говорить открыто блин мама нафига нам ехать обратно возвращаться на украину если если тут смотри нам тут дали деньги нам тут дали жилье нам тут дали все нахрен нам та страна давай мы останемся здесь их мать сказала ну пока у нас есть статус беженца два года пока нас не дергают не трогают мы почему бы и нет будем здесь жить она кстати одиночка у нее нет нет не было мужика который остался там воевать она одиночка ну мать этого родственника конечно она все-таки человек при пенсионного возраста и ей немножко сложнее адаптироваться интегрироваться в жизнь германии потому что человек не знает немецкого языка она не знает что от нее хотят допустим соседи на улице что ей говорят это это сложно это очень тяжело особенно на первых порах это для человека не знающего никогда не сталкивающихся не сталкивался с этим языком это очень тяжело очень сложно любой кто поставит себя на ее место поймет о чем я говорю ну а им это понравилось вообще ребятам особенно понравилось потому что в школе у них лафа мать пару месяцев просидела дома и и отправили на языковые курсы на языковых курсах она полгода бесплатные курсы в смысле с ее стороны платить ничего не надо она и так получает пособие она полгода ходила на эти языковые курсы и ребята после того когда закончились летние каникулы они в середине сентября опять пошли в школу и вот они были как в розовых очках пацаны говорили в один голос дома что мама нафиг нам то украина не будем возвращаться потому что здесь все классно мы можем всю жизнь нигде не работать мы можем получать пособие мы можем собирать пустые бутылки сдавать их в магазине и на эти деньги покупать себе продукты мама подумай у нас есть квартира у нас и все когда в сентябре ребята пошли в школу они столкнулись с тем что все таки они уже более менее пару слов по немецки начали понимать тем более что в школах среди самих немцев учатся дети которые свободно разговаривают на русском языке и они столкнулись с проблемой о том что все таки политические вот эти вот отношения между странами вот эти вот политические настроения кто где виноват и т.д. и т.п. дают свое вот это вот свою тень откладывают свою тень и на простых людей которые где-то работают где-то учатся где-то друг с другом общаются так вот в школе ребята начали им говорить послушайте а почему ваши родители нигде не работают вы знаете что вы живете за налоги наших родителей которые работают и платят налоги и когда вот эти вот ребята русские начали переводить вот этим вот украинцы украинцам то что говорят немцы этим стало немножко не по себе они как блин ну что за фигня вроде же блин пошли все в задницу блин мы беженцы и эту женщину дочку 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 этой вот матери вот этого родственника вызвали в арбайзант и после того когда она закончила языковый курс ей предложили переучиваться по квалификации она училась она работала парикмахером и ей сказали пожалуйста вот у нас есть курсы по переквалификации на парикмахера если вы желаете пожалуйста можете отучиться на этих курсах и начать работать а там уже как будет как карта ляжет грубо говоря или же продлевается статус беженца через два года или вы получаете временный вид на жительство она сделала вид или на самом деле она не поняла что и сказали потому что если она на самом деле не поняла что и сказали значит полгода она страдал он а간хгинками как курс 2 она решила попробовать себя на курsen переквалификации и на этих курсах она себя никак не зарекомендовала потому что ну человек просто оказался ленивым ленивым вплоть до того что то зачем работать, когда тебе дают пособие? И ребята, и дети уже от своих вот этих идей, когда они кричали, мама, нафига нам, блин, возвращаться туда, нафига нам вообще где-то работать, блин, смотри, как классно мы получаем пособие, мы можем собирать бутылки, как я уже сказал, мы можем собирать бутылки, сдавать в магазинах и на это покупать себе продукты, и жить припеваючи, у нас есть дом, у нас есть все, нам больше нифига не надо, нам все дают. Естественно, его мать, мать этого родственника, начала уже на сегодняшний момент, вернемся назад на полгода, начала говорить, ты знаешь, говорит, Алеша, я все-таки, наверное, вернусь домой, под Винницу, потому что, ну, бомбят-то бомбят, где бомбят, где не бомбят, тем больше она говорит, что я человек старый, мне, в принципе, уже пофиг, я свое отжила, они пусть решают, как хотят. Он ее начал уговаривать, мама, ты что, блин, фиг его знает, как там сложится ситуация, не надо, пожалуйста. Он ее упрашивал, он ее уговаривал, но окончательное решение она приняла после настояния своей вот этой вот дочки-племянницы с ее пацанами, потому что они в школе учиться не хотели, они, как во многих городах украинские дети, вернее, дети украинских беженцев, просто-напросто насмехаются над учителями, они посылают их на три буквы, они кричат, ты мне никто, звать тебя никак, я не собираюсь учить язык фашистов, потому что я здесь беженец, я здесь временно, мне на вас на всех плевать. Точно так же, точно так же говорили и вот эти вот пацаны в школе, учителям. И буквально вот перед летними каникулами в этом году у них у всех уже было упадническое настроение, потому что, елки-палки, социальная помощь – это хорошо, но для того, чтобы доказать, что ты человек, а не паразит, нужно все-таки начинать идти на работу. Она, эта женщина, вернее, вот эта вот мать этих двух пацанов, она не хотела нигде работать, она кое-как училась на этих курсах по переквалификации для предмахера. И в конечном итоге она уломала вот эту вот мать, вернулся обратно под Винницу. И что получилось? Знакомый уехал со своей женой буквально на одну недельку в Австрию. В командировку жена сказала, что я буду сидеть дома сама, я поеду с тобой, пока ты будешь там заниматься делами, я полазю по магазинам. Вот они уехали, значит, туда, все, и, приехав обратно домой, он увидел у себя обычное просто письмо прислали, его мать прислала письмо не по сообщению, по телефону, именно бумажное письмо. Алеша, мы дома, все, нам на все наплевать, мы возвращаемся. А теперь давайте смотреть на вот эту вот ситуацию с другой стороны. Они вернулись обратно туда под Винницу. Все беженцы украинские, которые решают вот так вот внезапно, спонтанно вернуться обратно, они лишаются автоматически статуса беженца. То есть вернуться, приехать сюда повторно они уже не могут. Их, раз они уже уехали один раз туда сами, сюда их уже никто не принимает. Они здесь зарегистрированы в базе данных, и, увы, вторая попытка, второй шанс им уже не дается. Дальше. Они кинули, уехали, все. Перед какой дилеммой стал вот этот вот знакомый? Ему пришлось, он до сих пор платит по счетам, платит за сотовые телефоны четырех человек, потому что они подписали контракты на два года, и эти контракты заканчиваются только в следующем году. Контракт на каждый сотовый телефон, по-моему, от 30 до 40 евро в месяц. Он сейчас вынужден платить ежемесячно заброшенные четыре контракта сотовых телефонов. Отлично. Где моя хорошая? Где моя хорошая? Мой ассистент. Мой ассистент. Мой ассистент пришел. Мой ассистент пришел. В общем, знакомый этот вынужден платить сейчас за вот эти вот контракты ежемесячно, и ему социальные вот эти вот учреждения, социал, арбайзант, выставили счет за то, что его родственники проживали вот в этом доме, и уехав, не уведомили немецкие власти в том, что они прекращают вот эту вот программу украинских беженцев и бросают Германию. И он вынужден, по-моему, что-то около тысячи или полутора тысяч просто так вот заплатить, как, блин, конечно, по-немецки это... Ну, а, неустойка. Как неустойку он обязан заплатить. В общем, мать подставила здесь своего сына под хорошие деньги, бросив его и уехав туда-обратно. Он до сих пор с ними сейчас, он не общается. Они уехали, это было в начале августа, они уехали, и вот он до сих пор с ними не общается. Конечно, человек немножко, не то что в шоке, ему обидно, ему неприятно то, что его собственная мать вот так его подставила. Это касательно вот этих вот программ, пример, я просто хотел вам привести пример реальный, из миллиона этих случаев, в каких условиях проживают украинские беженцы, когда они приезжают сюда. Второй пример в том, что вот у нас, допустим, тут в городе, в одном из районов отстроили шикарные, обалденные, хорошие дома. Четырех- и пятиэтажные дома. Одна квартира двухкомнатная в таком доме стоит приблизительно около 800 евро в месяц. Это полностью холодная, ну как, голая квартплата плюс коммунальные услуги. И обычные граждане попасть в такую квартиру, к сожалению, не могут. Туда заселили более половины квартиры вот этих вот украинских беженцев. За них, естественно, платит город. Откуда город берет деньги? Деньги эти идут из вычетов, налогов, обычных простых налогоплательщиков, которые ходят на работу. И, естественно, сама программа вот этого вот закрытия легких вот этих вот денег для украинских беженцев себя сейчас начнет постепенно оправдывать в плане того, что люди, если хотят доказать, что они действительно люди, то они пойдут и учиться на языковые курсы, они пойдут работать, чтобы действительно показать, что они недаром, грубо говоря, едят свой хлеб. Если же они не хотят, то им просто-напросто, как я уже говорил ранее, будут просто урезать это пособие, вот этот бюргергельт. Что же такое бюргергельт? В народе, вот именно в народе, бытует, гуляет анекдот. Ребенок подходит к отцу и спрашивает, папа, что такое бюргергельт? Ну, отец ему говорит, ну, вот смотри, ты, допустим, ходил, вот сейчас вот недавно был праздник этот Хилловен, да? Ты ходил с друзьями на Хилловен, пособирал в своей корзинке конфеты, ты принес эти конфеты домой, ты вроде бы их заработал, да? Да, я заработал. Так вот, ты принес домой конфеты, я взял у тебя все эти конфеты и пошел раздал тем детям, которым лень было ходить в этот праздник и собирать конфеты для себя. Вот говорит, что такое бюргергельт. То есть, одни работают, зарабатывают деньги, платят налоги и из этих налогов платят пособия, которые, кстати, выше, чем социальная помощь. И эти пособия называются бюргергельт тем, кто не желает работать. Изначально программа создания бюргергельт ориентировалась на выплату вот этих вот пособий людям, которые не могут работать, нетрудоспособным, инвалидам, тяжелобольным. Но где-то, как я неоднократно уже говорил, в любом законе есть лазейка и если какой-то адвокат или какая-то контора знает, как эту лазейку найти или как обойти этот закон, то случается непоправимое. То же самое сейчас у нас в Германии с этим бюргергельт. Его получают абсолютно все украинские беженцы и половина социальщиков, которые никогда нигде не работали и работать не хотят. Вот такие вот дела. Дальше, как оно будет развиваться, мы посмотрим. Но в любом случае ситуация пока что не меняется ни в лучшую сторону, ни в худшую. Как говорится, ни шатка, ни валка. Хотелось бы, конечно, чтобы таких вот сообщений не только по радио, по телевизору и вообще и в газетах было намного меньше, что хотелось бы услышать наконец-то, что все, война закончилась, стороны между собой договорились, бог с ним, с теми нафиг землями, главное, чтобы людей не убивали. Людей жалко. Жалко простых людей. И если бы взять вот так вот всех этих политиков, которые имеют какие-то недомолвки или разногласия между собой, собрать их на одном поле, дать каждому политику в руки по одному ножу и сказать, у вас есть проблемы, у вас есть какие-то разногласия, пожалуйста, деритесь, кто выиграет, кто останется в живых, тот и прав. А людей оставить в покое. Тогда бы и войны пропали на земле, и не возникали бы, и конфликтов было бы намного меньше. Вот все, что я хотел вам сегодня рассказать. На примере одной семьи, приехавшей сюда из Украины по статусу беженцев, и как они вот метнули через колено, через бок не только немецкие власти, но и своего родственника, который подписался за них, дал поручительство о том, что если вдруг случись что, он переймет все оплаты, все суммы. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Ну и, естественно, оставайтесь на связи. У нас всегда на канале есть что-то интересное и полезное. Всем удачи. Пока. Продолжение следует...